привет всем зрителям канала gifted с вами снова константин бубликов я мастер спорта по бодибилдингу и сегодня мы с вами прокачаем ту часть тела которая создает очень хорошие пропорции которая очень важно для мужчины и для девушек наверно тоже мы будем сегодня с вами тренировать плечи долгое время мои плечи не росли у меня были гигантские ноги неплохая спина но плечи них не росли я все думал почему я пробовал делать их по силовому может веса маленькие оказалось нет оказалось что моим плечам нужен более объемный тренинг и более такой сказать закачивающий тренинг сейчас я вам покажу упражнение с которого я обычно начинаю свою тренировку то есть давайте так небольшую стратегию своей тренировки расскажу я вначале старец плечи максимально наполнить кровью закачать а потом приступаю к выполнению силовых упражнений это делается для достижения двух целей во-первых вы разомнете свои плечи потому что сустав плечевой он самый сложный в нашем организме его необходимо очень тщательно хорошо разминать то что травма плеча это очень распространенная травма и очень многие ребята травмировав плечи однажды потом мучаются этим всю жизнь ну а вторая причина по которой я так делаю это для того чтобы во время силовой работы достичь большего разрыва мышечных волокон что и достигается при помощи предварительной закачки дельта первое упражнение первый подход мы делаем здесь махи через стороны разведение рук через STEM все по разному это называют к называю это махи на среднюю дельту затем сразу же махи на переднюю дельту с новой махи на средний здесь получается десять повторов через стороны действоваться перед собой действоваться нужно через сторону на самом деле когда делаешь вот эту третью десятку уже понимаешь что у тебя здесь поверхować плечи кажутся какими прям гигантскими коротко о технике выполнения это упражнения самая такая частая ошибка когда новички, но иногда на самом деле бывает не только новички, бывает и опытные атлеты это делают, подключают трапецию в этом упражнении. То есть получается что? Начинаем поднимать руки и плечами так раз, зажимаем трапецию, а дельта не работает. Получается работает трапеция. Этого делать не нужно. Плечо все время внизу. Вот. То есть плечевой состав всегда зажат вниз. Тогда у вас будет работать именно дельта, а не трапеция. Трапеция, конечно, здесь работает, она работает в статике. Это здорово, круто, когда у вас раскачанная шея, раскачанная трапеция, но все-таки мы качаемся и плечи, поэтому давайте будем точно в них лупить, бить. Прошу обратить ваше внимание, что когда я делаю подъемы рук на переднюю дельту, вот эти вот движения, вот сюда вот, на эту часть плеча, то плечо я оставляю тоже внизу. Я его ни в коем случае не поднимаю. Всегда внизу, чтобы опять-таки не работала наша трапеция. Только передняя дельта. Тогда она будет у вас отлично качаться. Закончим с этой дурацкой детской работы с гонтериками по 7 килограмм и приступим к настоящему мужскому занятию. То есть это жим гонтери сидя. Будем выполнять его с достаточно большим весом. То есть, как я и говорил, сейчас нам предстоит такая тяжелая силовая работа. Даже если вы уже там сделали какую-то предварительную закачку и 300 тысяч раз размялись, не стоит сразу хватать максимальный вес. Всегда там 3-4 каких-то предварительных веса должно быть, чтобы лакать некая подговорительная работа все-таки. То есть, если я, например, делаю там работу с 30-36 килограмм, я не беру сразу 30-36. Я делаю 16, 24, там 30, потом уже 36. Ставим скамейку под 90 градусов. Соответственно, присаживаемся на нее. Гонтерики взяли и жмем. Значит, обратите внимание, траектория движения идет как бы не по вертикали, а по наклонной. То есть мы чуть в центр выжимаем, над головой. Делается это для того, чтобы ваша дельта лучше сокращалась. Мы как бы механически зажимаем ее. Вот, возим движением. Она лучше сокращается намного. Это раз. Ну и второй момент, чтобы, скажем так, вы делали это упражнение, не знаю, даже как сформулировать, но скажу максимально компактно. То есть не разваливаясь по сторонам, чтобы руки у вас в пространстве не болтались. И вы делали очень стабильно, находясь на одном месте. Еще такой момент. Значит, кисть мы держим не вот таким образом, а мы немножко загибаем в центр. Опять же делается с целью, чтобы сместить немножко центр тяжести ближе к голове, чтобы, опять же, лучшее сокращение дельт получить в верхней точке. И вот оно будет движение. И вот мы работаем. Я работаю по полной амплитуде. То есть я не делаю движение там от ушей вверх. Оно совершенно неправильно. Чтобы мышца у нас росла, нужно, чтобы она полноценно работала. Чтобы она полноценно работала, нужна полная амплитуда. Полная амплитуда – это кисть до плеча. И руку разгибаем полностью. Дельта работает тогда по полной амплитуде. Волокно будет проработаться по всей его длине. Пока я отдыхаю между подходами, я немножко пожалуюсь на трудности всей подготовки к соревнованиям. На данный момент осталось всего лишь полтора недели до чемпионата Санкт-Петербурга, к которому я усиленно готовлюсь. Самое интересное, пока я сам не понимаю, в какой категории буду выступать. Потому что чем больше выступаешь и больше готовишься, понимаешь, что ты очень мало знаешь в своем организме. В этот раз идет так, в другой раз идет еще как-то. Но, безусловно, это всегда очень довольно тяжело. Не думайте, что это так просто. Купил банку протеина, разводя желаминный кислот, раз, и у тебя есть бицепс. Да, и ты на сцене. Единственное, тяжелый труд. И ко всем тем, кто выходит на сцену, конечно же, я использую достаточно большое уважение, так как это пот, кровь, нервы, прежде всего нервы ваших близких. В общем, тяжело это все. Еще так хочу рассказать такой момент, что страдают прежде всего близкие люди во время подготовки. У меня, например, больше всего страдает от моей подготовки, наверное, моя собака. Вот, ему тяжелее всех, потому что с ним стали меньше гулять, его стали больше ругать. И он теперь, когда я прихожу домой, он на меня смотрит вначале так, прежде чем подойти поздороваться, будет его хозяина ругать или не будет. Потом только подходит уже вилять хвостом. Самое главное, чтобы гантели падали с тяжелым звуком, когда вы заканчиваете делать это упражнение. И все окружающие в зале на вас посмотрели и подумали, нифига себе, какой он крутой. У нас остался последний подход сжима гантелей сидя. Сделаем мы его не так, как предыдущий, мы сделаем со сборством веса. То есть возьмем, начали, тридцатки, сделаем тридцатками, потом взимем двадцатки и добьемся, соответственно, двадцатками. У этого упражнения есть один очень неогкий момент. Этот момент называется, скажем так, взятие веса на себя. Назову это так. Есть два варианта, как мы берем вес. Взяли гантели, вот как я это делаю, да? Корпус наклонили, закинули на плечи, потом с ним же сели. Но это я так делаю. У меня спина довольно хорошо подготовлена, и она мне позволяет давать довольно большую силу нагрузку на нее, держа гантели в руках здесь. Вам, может быть, будет попроще брать по-другому гантели. Сели, положили на колени, раз, одну, два, вторую. И поехали. Вот такое незамысловатое упражнение мы делаем третьим номером. То есть, как я сейчас строю свою тренировку. Вначале мы сделали закачку на дельте, потом отработали по силовому. Сейчас мы снова уходим на закачку дельт. Напоминаю, что дельта – это мышца маленькая. Не нужно ее поэтому делать все время по силовому. Нужно, наоборот, ее стараться больше набить кровью, там, я не знаю, глигеном, еще чем-нибудь. Ну, в общем, на большое количество повторов работать. Поэтому мы делаем сейчас тягу на среднюю дельту с нижнего блока махи. Чем мне это упражнение нравится больше, чем, например, махи одной рукой с гантелью? Очень просто. У нас здесь с вами блок в нижней точке. Он в любом случае нас тянет вниз. Таким образом, даже находясь внизу, дельта испытывает напряжение. С весом же такого нет. Мы руку повесили, напряжения здесь нет. Здесь же всегда будет напряжение. Вот все равно будет тянуть как бы, ну, в сторону, скажем так. Поэтому дельта лучше, может быть, прорабатывается на протяжении всего движения. Если ваша выносность вам позволяет, то это упражнение можно сделать следующим образом. Сделали там на левую руку 12 раз, потом раз, взяли сразу же на правую. Потом снова без перерыва. На левую, снова на правую. Это немного сократит время вашей тренировки. Соответственно, да, вы знаете, что тренировка силовая на набор мышечной массы должна составлять порядка там 50-60 минут, не больше. То есть это удовольствие не нужно растягивать. Не надо проводить в зале по 2-3 часа, как делают многие фанаты этого вида спорта. Час силовой тренировки. Поэтому, чтобы сократить тренировочное время, как я уже сказал, одна рука, вторая, одна, вторая. Прокачали, пошли дальше. Напомню вам про трапецию еще разочек, да, что когда мы делаем это движение, плечи устав, зажат всегда вниз, и трапецией мы не шевелим. Но на самом деле у меня сейчас не очень прям хорошо получалось. Все-таки трапецию немножко подрабатывал, потому что тяжеловато. Но старайтесь все равно это движение минимизировать, чтобы ваша трапеция не сжирала нагрузку с дельт. А про свои личные трапеции, я, честно говоря, ни разу в жизни себя не качал. Я когда-то пробовал там лет 16 прокачать, заработал все защемления, на этом накачка моих трапеций, в общем-то, была закончена. Теперь я даже их не прорабатываю, потому что лично для меня хватает нагрузки на трапецию, когда я прокачиваю шерчайшие мышцы. То есть, когда делаю все тяги, если там поясы, там, тяги-то грифы и так далее. В общем-то, она довольно хорошо задействуется, и, как я считаю, у меня лично она не отстает. Во время каждой своей тренировки я таскаю с собой вот такой вот волшебный шейкер, который мне не просто вода. Сегодня здесь у меня неизменимые универсаловские аминокислоты, и я их с удовольствием пью во время тренировки. Тем более, сейчас нам предоставит с вами силовый жим, поэтому сделаем глоток этой волшебной жидкости и начнем жать. Упражнение – это у нас армейский жим стоя с груди, то есть жим на переднюю дельту с акцентом. Конечно, он же тут еще и вверх груди работает, но все-таки, я считаю, большую долю нагрузки на себя берет передняя дельта. Единственное, когда я сейчас немножко разомнусь, я сделаю это еще в сочетании с жимом станги из-за головы стоя. Не важно, какой вес, большой или маленький. Подошли, залезли под гриф, отошли, подняли, отошли и работаем. Также мы ставим, за голову положили, подошли, поставили на стойке. То есть вот таких вот движений, вот так вот, не нужно этого делать. Это приведет рано или поздно к травме плеча или еще чему-то нехорошему. Поэтому приучите себя сразу снимать правильно. Под гриф залезли, сняли, отошли, начали работу. Сразу же обговорю с вами такой нюанс, как ширина хвата в данном упражнении. Значит, ширина хвата должна быть такой, что в нижней точке у вас предплечье перпендикулярно полу. То есть вот нижняя точка, вот оно предплечье. То есть мы смотрим уровень мочки уха, уровень кисти и предплечье перпендикулярно полу. Это будет наиболее комфортная ширина хвата для ваших суставов. Конечно, есть индивидуальные особенности. Кому-то, может быть, надо чуть уже, чуть шире. Но это уже, скажем так, частности. В основном для большинства людей оптимальный ширина хвата – это как раз-таки мочка уха, кисть и предплечье перпендикулярно полу. Вначале мы дали акцент на переднюю дельту, загрузили ее. Потом же мы делали жим штанги с той заголовы. Ну, если вы заметили, а вы, наверное, заметили, то я его делал при помощи еще ног. То есть я начальное ускорение даю ногами, потом я нагрузку подхватываю дельтой. Очень важно здесь дать, скажем так, ногами ни много, ни мало. Движение должно быть короткое, такое, знаете, как у Высоцкого, с коротким злым названием «рывок». Вот, например, то же самое. Короткое, злое такое начальное движение. А потом уже подхватываем дельтой. Я делаю это с какой целью? Делаю с целью, чтобы мне проработать и переднюю дельту, и среднюю дельту. Поскольку я уже сделал раз там 7-8 на переднюю дельту. Средняя дельта тоже немного уже устала, но хочется ее все-таки как-то добить. Поэтому я жмусь за головы. И, соответственно, поэтому помогаю себе ногами. Если бы я себе ногами не помогал, я бы сделал, ну, повтора 2 или 3, не больше. А так я могу сделать там и 7, и 8. Что значительно улучшит КПД моей тренировки и даст больше раздражитель на среднюю дельту. Поднимаю избитую тему. Напоминаю, что спина – это основа основ. Как только Вы пришли в тренажерный зал, если Вы новичок, прежде всего сформируйте длинные мышцы спины. Потому что без хороших стабилизаторов Вам никуда. Конкретно в данном упражнении оно выполняется стоя. Здесь очень сильная осевая нагрузка. Если у Вас нет хорошей укрепленной спины, Вы можете тормироваться. Поэтому новичкам не советую сразу же рваться на это упражнение. Сформируйте вначале спину. Поделайте такие упражнения гиперэкстензии там различные, накинь наклоны, еще что-нибудь. Но удеряйте, кому-то больше времени низу спины. Приступаю к заключительному упражнению в сегодняшней тренировке. Мы будем сочетать статическое напряжение и динамическое напряжение. Поскольку плечи – мышца такая, которая очень сильно зависит от фактуры, от формы. И плечо должно быть, так скажем, круглым, красивым, прорезанным. То очень важно делать такую статическую нагрузку на плечи. А какую – я сейчас Вам покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаете, я делал сочетание сейчас двух нагрузок – статической и динамической. То есть, как Вы уже знаете, у нас есть два типа волокон. Белые волокна, красные волокна. Одни отвечают за статику, другие отвечают за динамику. То есть мы проработали и те, и те. Плечи очень хорошо чувствуются сейчас у меня. Прямо наливаются кровью, горят. Это здорово, приятные ощущения. Я люблю такие ощущения на тренировке. Но не суть. Об упражнении. Самое главное, когда Вы делаете вот это статическое напряжение, так называемое, нужно, чтобы у Вас рука находилась в одной плоскости с плечом. То есть плечо, локоть и кисть – все в одной плоскости. Вниз не нужно уходить. Слишком высоко тоже не нужно. Мы держим нашу гантель в фазе, скажем так, максимального сокращения дельты, в фазе максимального напряжения. Это как раз вот, когда рука параллельно полу. Потом берем жгут, соответственно, дорабатываем им плечи. И потом мы добиваем гантелями. Объясню отличие жгута и гантелей. Отличие очень простое. Когда мы делаем с жгутом, ну или со спонзером, кто как называет, чем больше мы сокращаем дельту, тем больше у нас напряжение. Потому что он уже тянется, силу упругости у него, конечно же, есть. Поэтому в верхней точке у нас получается максимальное напряжение. Ну и, соответственно, внизу тоже мы не расслабляемся. А чтобы не расслабляться, нужно делать по непонной амплитуде. Руки опускать по швам не нужно. Опустить их достаточно вот примерно до середины траектории. И вот у нас получается там амплитуде движения от середины траектории. Где-то угол это вот градусов, 30-45 до 90 градусов. Вот оно, довольно короткое, такое набивочное. Если на ассоциативном уровне объяснять такое вот движение. На сегодня моя тренировка окончена. Я, признаться честно, порядком подустал на своей безуглеводной диете. Но, тем не менее, остался ею доволен. Надеюсь, вы тоже что-то почерпнули новое для себя. И мои пыхтения, старания и труды в зале, сегодняшние, будут не только полезны для меня, но еще и для вас в качестве информации. С вами был Константин Бубликов. Подписывайтесь на канал YouGifted. Ставьте лайки. И до новых встреч. До свидания. Меня зовут Константин Бубликов. Я являюсь чемпионом России по классическому бодибилдингу среди генеоров. Также являюсь мастером спорта по бодибилдингу. Сейчас у нас осенний соревновательный сезон уже практически на носу. И я к нему очень усиленно готовлюсь. В связи с этим, я, естественно, очень много внимания уделяю кардио-тренировкам. И сегодня я бы вам хотел...